И так, а, и так, я махаю головой. Мне нравится в кармашечек ручку. Про кимоджи. Ставить плачущие кимоджи. Я не знаю, что это такое. Они заманивают, а потом испражняются на них. Что-то пошло не так. Всем привет, я Оля, и сегодня мы докажем, что шутка про трату битков своего парня уже не в моде. В этом выпуске я расскажу, как заработать, куда инвестировать, а главное, как сделать это безопасно. Девочки, слушаем в оба. Итак, первое правило. Все сомнения прочь. Кто-то до сих пор говорит, что заработать на криптовалютах невозможно, но мы-то с вами знаем, что это не так. Иначе зачем мы тут? Однако, прежде чем отдать свои кровные за несколько цифровых монет, необходимо узнать о рисках, о реальных возможностях и, конечно же, в какую именно крипту выгоднее вкладывать средства. А теперь правило номер два под кодовым названием BMP. То есть, для выбора доходной криптовалюты необходимо выяснить ее безопасность, мобильность и популярность. Хорошей крипте – должную защиту. На сайте разработчиков приглянувшейся монеты нужно выяснить, как они обезопасили ее от мошенников. Далее узнайте, как монету можно перемещать, какие комиссии и так далее. Ну и, конечно же, необходимо выяснить, насколько понравившийся цифровой актив популярен. Если он доступен на большинстве известных криптобирж, если он показывает хороший рост на протяжении своей истории существования и если им интересуются многие инвесторы, обратите на нее внимание и вы. После того, как вы определились, с какими криптовалютами вы хотите работать, необходимо выделить определенную сумму для инвестирования. Это должны быть средства для вложений на первоначальном этапе, но, девочки, тут без фанатизма, не спешите сдавать свои последние лабутены. Следующий шаг для инвестора, а теперь вас можно именно так назвать, регистрация на бирже и выбор криптокошелька. С помощью их вы будете покупать, продавать и хранить криптовалюты. О том, как выбрать хорошую биржу, мы поговорим с вами в следующих выпусках. После регистрации на бирже можно приступать к покупке крипты, но советую с этим делом не сильно торопиться, ведь выгоднее приобретать монеты по минимальному курсу, следует выждать спад цены. И теперь дело остается за малым. Купленную крипту переводим в кошелек. Советую обратить на это особое внимание. Именно этот шаг защитит ваши средства от мошенников, которые частенько покушаются на бирже. Жулик, не воруй! При всех радужных перспективах необходимо учитывать, что криптовалюты связаны с рисками потерять все ваши сбережения. Но хороший инвестор – это дальновидный инвестор, который не поддается панике. Еще один действенный способ заработать – инвестировать в покупку токенов при первичном их размещении, оно же ICO. Схема тоже простая. Покупаешь токены по низкой цене и перепродаешь их бирже, когда цена вырастет. Но как тут не прогадать? Ведь сейчас появляются сотни новых ICO-проектов. Статистика неутешительна. Почти 90% из них провалятся. И инвесторы, поверившие разработчикам, останутся с обесцененными токенами на кошельках. Но остается еще 10%, которые сулят прибыль. Сейчас я расскажу, как же инвестировать в ICO без потерь. К сожалению, такая дикая популярность блокчейн-стартапов привлекает все больше и больше мошенников в индустрию, которые заманивают инвесторов, а затем испаряются со всеми добытыми средствами. Чтобы не стать жертвой криптопреступников, необходимо узнать о команде, которая разрабатывает проект. На сайтах скамовых проектов частенько нет информации о разработчиках, или же они скрываются под никами. Узнайте, чем занималась компания и ее создатели до того, как они решили запустить процесс привлечения токенов посредством ICO, и что они обещают сделать после того, как им удастся собрать запрошенные средства. У достойных проектов данную информацию легко можно найти на официальном сайте. Еще один важный фактор, на который следует обратить внимание, это наличие у проекта escrow. Если слово для вас незнакомое, объясняю. Escrow – это некий гарант, зачастую известный человек, который является незаинтересованным лицом и несет ответственность за хранение средств и успешное проведение ICO. Возвращаемся к дорожной карте, где описан каждый этап реализации проекта, согласно которой escrow и выдает деньги проекту. Если же такового гаранта нет, то никто не может помешать мошенникам сбежать с вашими денежками. Также у мошенников очень популярен способ копипаст. То есть некоторые преступники вообще не утруждаются и копируют уже существующий хороший проект, включая их официальный сайт и создавая очень похожие email-адреса, с которых потом и делается рекламная рассылка. Запомните, прежде чем отдать кому-то свои деньги, проверьте несколько раз все данные. Если вдруг вам что-то покажется подозрительным, не стесняйтесь, пишите команде стартапа напрямую. Добросовестные проекты стараются вести себя как можно прозрачнее и публикуют на своих сайтах так называемые дорожные карты. В данном документе можно найти подробное описание того, как команда собирается привлекать инвестиции, сколько и куда будет потрачено. Не ленитесь, перед инвестированием в ICO ознакомьтесь со всей информацией, которую только можно найти в сети о выбранном вами проекте. Почитайте всевозможные обсуждения на популярных форумах. Кстати, обычно сами разработчики стараются поддерживать обратную связь с аудиторией именно там. Это является очередным доказательством прозрачности проекта. Ну что ж, девочки, посмотрите эту картинку в последний раз. Теперь вы знаете, как заработать свои. Не забывайте о лайках и помните, что любое дело женщине приходится делать вдвое лучше мужчины, чтобы заслужить хотя бы половину уважения. И, к счастью, это нетрудно.